Мы находимся на улице Летной возле дома номер 14, в скром времени здесь. И еще по 7 адресам могут появиться уличные тренажеры. Ведь на портале Добродел стартовало голосование за проекты инициативного бюджетирования. Инициативное бюджетирование – это конструктивный диалог между жителями и органами местного самоуправления, который позволяет совместными усилиями сделать город лучше и жизнь комфортнее. От мытищ уже поступило 12 проектов. Первый зампред Мособлдумы Никита Чаплин предложил установить уличные тренажеры в микрорайонах, где они больше всего нужны. Я выступил с этой инициативой, вношу 1% собственных денег, 9% добавляют мытища, и 90% добавляет Московская область. Вот эта вот форма называется инициативное бюджетирование. Мне кажется, она очень комфортная, удобная, а самое главное, что это то, что реально люди ждут. Среди проектов также установка новых игровых зон и модернизация центральной детской площадки для жителей поселка Поведники. Кроме того, идет подготовка к изданию книги «Дети войны». Над ее созданием начинал работать еще мытищинский художник Владислав Скок. Его вдова приходила, и директора наших библиотек также обращались с этой просьбой. Поэтому вот такой классный проект инициативное бюджетирование мытища очень удачно идет. Прошу вас, присоединяйтесь. А присоединиться можно, зайдя на портал Добродел. В разделе «Народный бюджет» необходимо выбрать городской округ мытищи и проголосовать за инициативу, которая больше всего понравится. Голосование продлится до 31 мая, затем будут определены проекты для воплощения в жизнь. Кирилл Тридуб, Константин Химичев, Олег Степанов, Первый мытищинский.